Блев клуб В нашем городе есть очень интересный коллектив с очень интересным названием Это Театр Фарсы И сегодня в гостях у Блев клуба Театр Фарсы Я с большим удовольствием сюда за игровой стол нашего Блев клуба Приглашаю художественного руководителя Театра Фарсы Виктора Крамора Виктор, добрый вечер Очень рад, ну что, я должен тебя разыграть? Нет, не нужно сначала я попробую разыграть Ты меня? Ну у меня, ты же актер все-таки, я режиссер, поэтому режиссер разыгрывай сначала Веришь ли ты, Сережа, что у меня сегодня день рождения? Ты легко согласился, так сразу Веришь ли ты, Сережа, что у меня сегодня день рождения? У тебя? Ну я похож на именинник Похож? Я верю, верю, что у тебя сегодня день рождения Молодец, правильно делаешь Это действительно так? Конечно Спасибо, Виктор, тогда, Виктор, что ты идешь, тогда оставь Тогда теперь мой же розыгрыш, мой же Веришь, что я тебе подарю парик, которого в театре у вас еще точно нет? Это намек, это намек Дед, вот такой парик, ну необыкновенный парик Тебя все актеры будут любить в твоем театре Верю Веришь? И правильно делаешь, вот такой замечательный парик надевай Виктор Крабор, художественный руководитель театра фарса Спасибо Мне жалко зеркала, ты так в него будешь играть? Ну, думаю, с ним жарко С большим удовольствием сюда, за игровой стол нашего Болев-клуба Я приглашаю Оксану Базилевич, актрису театра фарса Оксана, добрый вечер Это твой микрофончик Я тебя должен разыграть, да? Да? Да Должен разыграть Я должна одновременно говорить что-то? Почему вы мне дадите? Ну, может, ты меня разыграй Нет, мы как бы поздоровались Ага, хорошо У меня просто есть такой маленький, понимаете, я радиоуправляемый У меня там хвостик, здесь антенка Да Все нормально Я тебя должен разыграть, да? У меня есть, я готовила розыгрыш Женщине всегда хочется сделать подарок Конечно же, цветы, да? Вот веришь ли ты, что это интимный цветок? Верю Веришь? И правильно делаешь, тогда вытаскивай лепесточки Держи, смотри Да Ну Че такое? Ой Так, все? Я бы, конечно, могла бы не выиграть Прячь сумочку Теперь твой розыгрыш, Оксана Базилевич Я очень много знаю розыгрышей Но лучший розыгрыш, который я подумала мог бы быть сегодня Сережа, веришь ли ты? Веришь ли ты, Сережа? Что у меня сегодня день рождения? СМЕХ Я? Ну А? Ну Ну не верю Правильно делаешь? Ну что ж, замечательно Оксана Базилевич, пожалуйста, занимай место за нашим игровым столом И с большим удовольствием я приглашаю сюда третьего актера Игоря Копылова, театр фарсы Игорь, добрый вечер Добрый вечер Я думаю, что ты не будешь говорить, что у тебя сегодня день рождения Нет, почему? Я верный соратник нашего театра, сподвижник своего режиссера и актрисы, поэтому я не буду ничем уделяться, просто скажу, что у меня сегодня тоже день рождения Я не верю, что ты в это, Сережа, или нет? СМЕХ Че, сговорили, что? Конечно Не, ну он актер Парить, да, так Давай так, вот я поверю, если для тебя действительно день рождения, ты паспорт покажешь Я верю Нет, сначала, а че паспорт, сначала пусть поверят Я верю Правильно делаешь, Сережа, у меня сегодня день рождения АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь Копылов, действительно, сегодня день рождения Игорь Копылов, нет, 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 Игорь, Игорь, пожалуйста, сюда Ты тогда веришь, что я тебе подарю самый большой пейджер в городе АПЛОДИСМЕНТЫ Знаешь, что такое пейджер? Ну смотри А если я скажу нет, а это правда, я его все равно получу? Слушай, Оксанка очень хочет Чего, пейджер? Ну ты потом ей сам подаришь уже, если захочешь Самый большой пейджер у тебя будет, ты будешь с ним ходить, и тебя все будут в городе Вот он идет Самый большой пейджер Верю Веришь? И правильно делаешь, я вот такой пейджер тебе с огромным удовольствием дарю Игорь Копылов Да, класс Виктор Крама, Оксана Базилевич и все вместе, Театр Фарсы Спасибо Запасись прочностью G-Shock Casio Свежесть и аромат Вкус и ценность цитрусовых фруктов В каждом леденце Вайта Си Попробуйте новые леденцы Вайта Си от Холс Вайта Си отличный вкус с витамином С Спонсор программы пейджинговая компания XCOM Ну что, начинаем играть, Игорь, я тебя еще раз поздравляю Спасибо У тебя единственное, я так понимаю, сегодня рождение, да? Я что должна сделать? Просто сдвинуть, Оксана Не делал вид, что никогда не играл Вот так Итак, девять треф Виктор Девять червей Игорь Король треф Ну, как именинник, ты начинаешь Вот так Выбирай, кому будешь рассказывать Ну, раз я хочу выиграть Значит Не, это как бы это не Это не секрет Не секрет, да? Я думаю Я расскажу Оксане Базилиевич Потому что Пока До сих пор было ее легче всего Обманывать Значит, Оксана Слушай следующую историю Когда Сама ты знаешь Юноши или девушки В особенности юноши Доучиваются там до девятого или до десятого класса Они считают, что они полностью Окончательно повзрослели И особенно У мужчин Возникает необходимость В карманных деньгах И вот я тебе Рассказываю такую историю Да и у женщин Тоже, я думал Возникает необходимость Да, но они больше надеются на мужчин У кого есть карманы Вот Но мужчины Как бы находят различные Пытаются найти Различные способы Как бы их заработать Вот такая история Одни очень Мои близкие знакомые Это было давно В начале 80-х годов Когда они учились в девятом классе А что ты так смотришь, Оксана? Все покончилось Нормально Ну я что бы Они как бы решили заработать деньги На карманные расходы Самым честным и таким Даже доходным способом В то время было Это сдавать бутылки Следишь за мыслью, да? Сдавать бутылки И сейчас так же Доход приносит Да, чтобы их сдавать Нужно было Найти Что они придумали? Они раздобыли удостоверение Значит, учащихся первого курса Медицинского института Взяли белые рубашки своих отцов Так как они еще ростом Тогда как бы не совсем Не окончательно выросли Одевали их задом наперед Застегивали сзади друг друга Такое усмирительное рубашки Как педекарство Ну они выдавали себя Как бы за медиков Приходили в первую попавшуюся квартиру Звонили в нее Им открывали дверь Они представляли Санэпидемстанции Ну народ так с ним немножко пугался Мы не вызывали У нас там крыс нету Тараканов нет Он говорит, что страшно Мы пришли сделать контрольный забор воздуха Что сделать? Контрольный забор воздуха Ну как бы наши сердобольные Как бы Воздух взять это Жители, да Они говорят, конечно Проходите, проходите Волновались, что нужно сделать Что дышать Они говорят, нет, дышать не надо Нам нужна пустая посуда Там вот Лучше всего полулитровые бутылки Из-под пива Хорошо Из-под пива Хорошо Ну вот Они сразу предлагали Трехлитровые банки Тебе говорили, нет У нас такого бирля Они брали, значит, бутылку И делали вот такое какое-то движение Тоже затыкали пробкой Причем, если это двухкомнатная квартира Сама представь Двухкомнатная квартира Две комнаты Кухня, коридор, туалет, ванна То есть Двухкомнатная квартира Они брали шесть бутылок И на балконе еще можно Ну на балконе, да Как вентиляция проходит Тоже можно Вот Они брали, тут же затыкали Выходили, значит Наклеивали бирочки В ванну, туалет И сами говорили Ждите результатов Насчет экспедиции Выходили из нее Снимали пробки И звонили в следующую квартиру Таким образом Там с одного Зачем они пробки снимали? Так, Оксана, повторяю Они это делали шутейно Не по-настоящему Они как бы Пробки снимали И один бежал сдавать в это время Чтобы уже с деньгами ждать За один проход Они набирали Где-то около Трех сумок Так или там Четырех сумок бутылок Которые они сдавали На сумму примерно Тридцать или сорок рублей Что было по тем временам Большие деньги Вот так они начинали Свой первый бизнес Под конец Своей, значит Коммерческой деятельности Они немножко обнаглели Приходили повторно В некоторых квартирах Когда люди отказывались Давать бутылки Они говорили, что Мы вам не советуем Это делать Потому что мы вам устроим Такую, значит Сосанобработку Что вы потом Выселитесь отсюда Вот, так вот Оксана, в чем Вопрос заключается Веришь ли ты Что эти два человека Начав С этого Свою коммерческую деятельность Сейчас Один из них Является Директором Крупной фабрики А второй Является его заместителем О, ребята Как поднялись-то А На бутылку На бутылку Да Вот ты знаешь, что я наивная И уверен, что я поверю Поэтому я не верю Итак, Оксана не верит И И правильно Делают и зарабатывают Первое очко Вот этот вот банан Кстати, можно начинать есть Да Поля в клуб Да Я учился на первом курсе Театрального института Которого и ты учился И на первом курсе Мы уже были тогда Закончившие по одному институту Ослужившие в армии Такие достаточно солидные Уже по тем временам дяди И у нас были Как и у всех нормальных людей Мы сдавали экзамен Где должны были показывать Всяких зверей Животных И так далее Да Так же как и вы артисты Которые были у нас моложе И поэтому вот такие дяди С бородами Лысеющие Изображали всяких животных Это было всегда оригинально То есть это вызывало Массу эмоций Приходило море народа И вот готовили экзамен Экзамен Финальный экзамен Значит И все очень долго готовились Отбирали отрывки На меня значит Я изображал обезьяну И помню Изображал тюленя С одним режиссером Который теперь на телевидении работает Очень известный Человек не буду называть Чтобы не позорить Значит Неудачно Значит Значит Вот И мы изображали И у нас было в это время на курсе учился Такой человек из Коста-Рики Хименас Хильберто Санди Человек очень серьезный Который практически юмора нашего типа не понимал Он все время ходил очень серьезно И потом ему кто-то намекнул Что неплохо будет изобразить орла Раз он такой гордый Значит Он начал изображать орла Он долго ходил И готовился Как бы Когда его просили что-то сделать Актерское мастерство у нас преподавал Твой же мастер Аркадьевич 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 Простите, Хильберто Ну надо что-то показать Наконец Но поскольку он был иностранец Его терпели Он плохо понимал по-русски Он всегда мог как бы за это спрятаться И вот в итоге Он начал изображать орла А мы в это время еще параллельно были хомяками Значит И вот мы ползели под ковром Был зеленый ковер И значит в ковре были проделаны такие ниши В которых мы ползали значит А Хименес Он вообще Хильберто Санди Он больше любил работать руками Там на родине Он был в коммунистической партии Его научили трудиться И он выстроил в углу к аудитории Громадное гнездо для себя То есть практически Как зашел вопрос о том Что надо бы показать что-то Он говорит я строю гнездо Значит и вот к экзамену Он построил очень большое гнездо И на прогоне перед экзаменом Выяснилось что как бы кроме гнезда Практически еще нет Он забрался в это гнездо И сидел там И так немножко перемещался Пластик он не осуществил Но пластик он Ну как бы гнездо было важнее Но гнездо было хорошее Значит ему тогда Аркадьевич Простите Хильменес Не хватает акции Нужна какая-то акция от Орла Вот посмотрите какие хомяки внизу Ну вот как вы не отреагируете на хомяка Мы полезли хомяками Значит пошли Хильменес забрался туда Встал И вот значит Один из нас Неосторожно Выснулся хомяком И тут вдруг Совершенно Фантастический акт Хильменес решил прыгнуть В гнезда Он взмахнул Несуществующими крыльями Он так увлекся игрой И просился на этого хомяка По-моему это был Вадик Фессон Который успел от хомяка Увернуться Но Хильменес упал Поскольку крылья были у него Так сказать ненастоящие И до сих конца видно мастерство Актера он не освоил И сломал себе сразу ногу И подвихнул одно крыло То есть руку Значит Приехала скорая помощь Когда мы объяснили Он говорит каких обстоятельствах Он сломал Он был просто Орлом Когда они уточняли долго Куда его все таки висеть Потому что это была странная травма Значит И ему все таки поставили Таким образом Зачет Поставили Это конец первого курса И он вышел значит Из больницы с зачетом Значит Со сломанной ногой И вывихнутой рукой И он попросил отпуска И поехать решил в Коста-Рику И уезжая Он решил оставить записку Маленькую друзьям Что он уехал Но поскольку правая рука У него была подвернута Он решил писать левой А левой рукой Он по-русски вообще плохо писал И правой Левой рукой он начал с трудом писать Он исполотал кучу бумаги Потом он плюнул на это дело Закрыл свою комнату Взял мел И очень большими буквами По-русски написал Я Хименес Хильберто Санди Уехал на три месяца Я в Коста-Рику На следующий день Его естественно ограбили Украли все что было То есть я не знаю Какие будут сегодня призы Но в самом случае Все эти призы у него ввели Значит Вот таким образом Студент Театрального института Хименес Хильберто Санди Дай бог я сейчас верю Что он меня смотрит Там в Коста-Рике Привет Хименес Вот таким образом Он закончил первый курс института Веришь ли ты Игорь Что было так Ну зная его лично Можно поверить в такую историю Игорь верит в эту историю Верит в кто? Открывай я или он? Да, ты открываешь Ах Верит, а зря Зря Я первое очко Виктор вручаю тебе И поздравляю У тебя тоже есть банан Спонсор программы Пейджинговая компания Экском Ксюша Приятно тебя видеть конечно В такой компании Это странно что я тебе что-то рассказываю Только можно без наводящих Я собьюсь Ты сначала все выслушай А потом наводяешь Мне надо понять Суть Ну хорошо Для актрисы это не обязательно Надо почувствовать Значит История такая Значит К четвертому курсу Я в принципе имел Хорошую репутацию В институте На всякие аферы А На аферы Естественно На мастерство Вот И была такая история Значит Пришли ко мне Группы экономистов Говорят Выручай У нас какая-то страшная Совершенно педагогиня Какой-то синий чулок Которая Ну в общем Косит всех То есть это четвертый У них тоже курс Или выпускной То есть это не госэкзамен Нет не госэкзамен Но какой-то дикий зачет Политэкономия Не помню уже чего В общем Гиблое дело Мы не ходили В общем Кошмар Помоги Ну придумай что-нибудь Ну и я придумал такую историю Значит я взял еще пару друзей Несколько актеров и прочее И вот представляешь такую историю Значит идет экзамен Очень серьезный педагогиня Сидит в очках Смотрит вяло Идет двойка за двойкой И вот вызывают моих подопечных Это была пара молодая Ну как они просто Учились на одном курсе Я не буду называть их имен Вызывают их И вот представляешь Такая история Открывается дверь Вдруг с гитарами Вваливается несколько человек Один с аккордеоном Входит фотограф Человек с лентой И эта пара Одна с фатой Он одет Ну получше чем я Значит и вхожу я и говорю Добрый день дорогие друзья Вот и начинается Очередной этап Нашего прекрасного торжества Сегодня у нас торжественная свадьба Сегодня у нас свадьба Посмотрите какие молодые Прекрасно И так сегодня свадьба Причем в форме зачета Сейчас такое идет И представьте Вот фотографы сюда Быстро сейчас куплет Куплет Открываем шампанское Открываем шампанское Подождите секунду И так торжественное формальное Взятие билетов Молодая раз щелкай Эта щелка здесь Музыка давай там Разгуляй Идет ну весь этот вопль Идет Педагогиня в шоке Второй билет берем Неважно какой Ну бери господи Подожди второй раз возьми Этот билетик Щелкаем Еще разок щелкаем Идет баян Музыка потом Давайте выпьем за молодых За это торжественность Наливаем это самое Педагогиня начинает Что-то понимать С трудом Она берет бокал Говорит ну Как бы поздравляю Поздравляю Так а что же вы Сегодня пришли И мы говорим Сегодня ну неудобно Все это для наш праздник Надо нормально сдать Ну что мы будем Халявить что ли Давайте выпьем Раз выпиваем бокал Она говорит А теперь они садятся Молодей все Выходите Ну вообще ладно Вот тут постойте Пока все за гидарами здесь Постойте А вы садитесь Я эту веду церемонию Садитесь Они съели Говорит так теперь формальная Как бы подготовка идет Билетов Значит фотограф готов Когда мысль приходит Все там все Намази Она сидит ждет Ее начинает Ей становится приятно Она как-то уже чувствует Что глупо выглядит Ситуация Когда молодожены готовят Она говорит Ну давайте быстрее Я говорю ну все Они считайте подготовились Они подходят Она говорит Я говорю Ну что мы сейчас будем Отвечать то уже Как бы Уже как бы Да Ну давайте все таки Как будто они отвечают Они что-то открывают Все спасибо Давайте зачетки Она им ставит Пятерки У нее слезы на глазах Мы еще наливаем шампанское Вставляем бутылку Вы говорю Потом я оговариваюсь Говорю Вы тут празднуйте Пока мы пойдем С синими лицами сидит Весь курс Наблюдая это Значит эти выходят Счастливые зачетки Значит у каждого по пятерке Значит дальше курс шел примерно Однопланово Всем были двойки Потому что не могла Она такой перевес Она за счет этих пятерок Всем остальным двойки И вот эта история Не понравилась кому-то с курса Я не знаю кому Но такие люди были Всегда действительно Афера понятно И они заложили Ну стуканули Заложили Какое есть еще слово И что в итоге Произошло значит Что Ну встал вопрос об отчислении То есть все Ну представляете такой скандал Значит Что же Пришлось значит подать заявление Ну в три дня мы там сделали Они расписались Ну думали потом Как бы все это замнется История Они остались на курсе Все они доучились Значит И потом когда шел вопрос Может как то у них не решу И сейчас живут двое детей Все хорошо Счастливые Счастливые Двое детей И счастливые Вот так вот руку приложил К счастью Так как однажды Я на историю КПСС Подкладывала живот И получила экзамен А через год я действительно Пришла туда за животом Я верю Ты как то красиво Так все сказала Веришь А это неправда И я второе очко Вручаю Виктор Тебе и поздравляю Ну что снимаем дальше Я расстроена Не потому что черная карта А потому что неправда Я очень люблю такие вот Романтические истории Истории И счастье у них Выходите Поля в клуб Да Виктор Ты знаешь Нет пока Вот честно говоря Когда я вспомнила эту историю Таков не бывает Ну была однажды такая ситуация Мы с мужем возвращались из Италии И заехали к друзьям в Германию И так получилось что нам взяли билет На паром Который был через два дня А сегодня у нас уже закончилась немецкая виза Ну мы как-то переживали А наши друзья немцы говорят Ничего страшного как бы Просто вам надо очень тихо как-то Спокойно Дома Никуда Ну спокойненько Чтобы вас никто нигде не попросил предъявить документы Говорят Ну мы сегодня сходим в одно очень замечательное место Это был город Ольденбург Бассейн А в Германии есть такие замечательные бассейны Которые из миллиона бассейнов Трубы Детские Гидромассажи Круги Паруса Пальма Мы пришли в этот бассейн Все как-то пошли кататься по трубам А я в то время Деталь такая немаловажная Была беременна И боялась по трубам кататься Некоторые детали И пошла вот гидромассаж Который Струи бьют И мне так было приятно Я стояла Как ребенок резвилась И мне было здорово Беременная Это к чему-то К тому что я беременна Что я не могла по трубам А мне страшно было кувыркаться Как-то И Выхожу я из этого гидромассажа И смотрю куда бы мне пойти еще Иду и как-то на меня люди так как-то смотрят Я думаю как здорово все-таки жить Вот в Германии Побыть в этом бассейне Вот как-то так на меня смотрят Я тоже как-то Думаю ну что ж Ну подумаешь Беременная Не так сильно видно Но почему Мужчине тоже наверное приятно Когда женщина немножко с ним так пококетничала Иду один другой Третий Женщины смотрят Вот тут меня немножечко как-то смутило Иду и что-то я хотела поправить И Понимаю что я голая Провожу А у меня совместный был купальник И сзади завязывалась Совместный с кем? С Не с верхом Не с верхом Совместный Не с мужем Я думал Совместное производство И я провожу И у меня такой шок Ну вы знаете какой у меня может быть шок Такой шок И я Хочу к выходу броситься И понимаю что все это огромное И выхода Я бегу в одну сторону Это не выход в другую сторону На меня смотрят У меня шпильки в голове были Распускаю волосы Как-то сюда волосами прикрывают То одно место то другое Бегу туда сюда Выхода найти никак не могу Я не вижу ни мужа Ни своих альденбургских друзей И вдруг я вижу такой бассейн В котором нет воды И я туда прыгаю Как-то ложусь На живот И на попу кладу руки СМЕХ Лежу и думаю Сейчас я соображу Надо прийти в себя Оксана спокойно Надо прийти в себя И тут вдруг В радио СМЕХ 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 У меня шок Сердце выскакивает Думаю сейчас я наверное умру Господи Мне нельзя нервничать И после этого вдруг Начинаются очень сильные волны Это какой-то бассейн, и там вот это сделаны волны, и оказывается, я на глубине этих волн, и меня это накрывает волнами, я как-то выныриваю, и стоит мужчина и смотрит на меня, я как-то пугаюсь и ныряю обратно, а мужчина оказался спасателем, видимо, он решил, что я, видимо, тону, а я, когда ехала в Италию и была беременна, и не знала языка, мне говорит, выучи одну фразу, help me please, I'm a pregnant Russian actress, если что, тебе помогут, я беременная русская актриса. Он ныряет, хватает меня на руки голую, я, естественно, вырываюсь и ору на весь бассейн, help me please, я беременная русская актриса, я вырываюсь, как могу, кричу, он меня держит, думаю, что-то случилось с женщиной, и тут из трубы, по которой катался мой муж Ваня, выходит Ваня, и видит, что меня на руках держит мужик, я истерически ору, помогите мне, совершенно голая, и вырываюсь, он меня отпускает, он подходит к нему, начинает вырывать меня, а это тоже, как бы, меня не отдает, не понимает, может быть, конфликт, какая-то заварушка, что-то происходит, после чего, подходит два полицейских, и говорят, ваши документы. А ты говоришь, я беременная русская актриса. А как же наши гастроли-то теперь? Оксана, я бы, конечно, тебе поверил, но я тебе скажу, я не помню у тебя ни одного совместного купальника, поэтому я тебе не верю. А он там остался, ты его не успел. Итак, Виктор не верит, а зря, а зря, и я второе очко Оксану поручаю тебе, поздравляю. Я предупреждала, что такого не бывает, но... Спонсор программы – пейджинговая компания «Экском». Значит, был какой-то режиссер, я, к сожалению, не помню его фамилии, имени, но неважно, был он режиссером, и была у него на беду и теща, и жена. Значит, и как-то раз, в это были «Белая ночь», примерно, как сейчас, тоже весна, они возвращались откуда-то с вечеринки. Ну, поскольку тогда еще жены и тещи редко водили машины, у него было, так сказать, единственного права, и поэтому он сильно выпил, сильно причем выпил. Ну, тогда еще так пили, значит, он сильно выпил и сел за руль, и так, поскольку это было легче, чем стоять, и они ехали через город Петербург. Значит, сзади сидит теща и жена, он сидит впереди, так, с трудом вообще, соображая, где он. Значит, и вот они едут по Петербургу, но, в принципе, легко, машин-то нет, понимаете, «Белая ночь», и все легко. И, значит, он решил скостить там какой-то поворот и повернул, значит, под знак. И тут стоит милицейская машина. Причем милиционеры такие с хорошим расположением, что, конечно, бывает нередко, редко, да. Значит, они так его встретили, «Ах, товарищ», он открыл окошечко, что, понимаешь, если он выйдет, что просто сразу будет все понятно, он не сможет стоять. Значит, он сидит, и они его, ну что же вы, давайте ваши права, открывают. А где работают? Режиссер, работайте, под знак. Он говорит, у вас водительский стаж там 20 лет, и вы под знак, ну как же вам не стыдно, господи. И второй тут подошел, и тоже режиссер, ну что же вы, человек искус, а если бы там что было? А если бы кто вышел? Он говорит, да вы что, «Белые ночи», ну тут никак, обгуляют «Белые ночи», вы понимаете, что вы нарушаете? И они решили на совесть ему давить, и давят, он весь такой опустился на руль, слушает это все, уже почти слезу пробил. Тут теща не выдержала, открывает дверь и уходит, говорит, слушайте, ну что вы прицепились, ну выпил он рюмочку. Так вот, Игорек, помогла тебе вообще, я так понимаю, правда, правда это и неправда. Игорюш, ну что тут, господи, я так, кстати, долго не думал. Ладно, ну хорошо, Витя, ладно, я тебе верю. Игорь верит. И правильно. И правильно делает, и зарабатывает третье очко, вот этот вот ананас, и выходит финал. Как, в общем-то, и положено имениннику. Лучшие модели пейджеров в фирменном магазине «Экском» Рубинштейна 14. Однажды мои друзья собрались поехать на охоту. У одного была дача в Эстонии, и на последние деньги они купили себе экипировку. Где-то по случаю достали ружья, на которой, в общем-то, не было документов. Нашли катер, на который документов тоже не было. И выехали. Они, ну, долго как-то с маленькой скоростью сразу ехали, зная, что как-то надо выискивать эти стада уток, или как это называется, стада? Стада, стада. Стая, стая. Стая уток. Сразу медленно, как-то выпили, потому что не было уток. Еще немного выпили, скорость увеличивалась. И по правилам вообще ловли уток, как мне рассказывали, надо как-то выпускать селезня, крякать в какую-то крякову, затаиваться в кустах как-то. Это все, ну, они уже выпили, им так стало как-то грустно, скучно, и едут все, какая-то узкая, длинная река, и катер постепенно набирает скорость, набирает скорость. Один все время стоит на изготове, держит заряженное ружье, другой там протирает лоб ему, все, экипировка, все готово. Шарф поправлю пока. Да, пожалуйста. И тут вдруг на огромной скорости они влетают на огромное озеро и видят огромную стаю уток. Они вскидывают ружья, начинают стрелять, стая не улетает. Они уже ломают ногти, дымы, стреляют, стреляют, стая не улетает. Они все уже в бешенстве стреляют, стреляют, утки падают, дымы, вдруг... Постепенно рассеивается дым, кто-то подбирает тушки уток радостных, и тишина повисает в воздухе. И сквозь этот дым они слышат голос. Дяденьки, что же вы наделали? Они поворачиваются и видят маленького мальчика со слезами на глазах. Потом дым совсем рассеивается, они смотрят по сторонам и видят, что они находятся в центре деревни. И вся деревня как мертвая стоит по кругу этого озера и на все это смотрят. И я забыла еще одну деталь. Все когда-то были судимы. Веришься тебе, Виктор? Не верю. Карту давайте посмотрим. А зря. Влетел. А зря. Я в этом Анаса вручаю Оксане и поздравляю ее с выходом в финал. Виктор, мне очень жаль, но такова судьба режиссеров. Такова судьба режиссеров, и я поэтому с большим удовольствием от нашего спонсора вручает тебе приз. Вот этот вот пылесос. Так. Виктор Крамер. Спонсор программы – пейджинговая компания «Экском». Приготовились. Внимание! Каждую неделю шанс выиграть. Все продукты, оказавшиеся в твоей тележке за минуту, бесплатно. Купи три любых продукта «Кнор». Отрежь верхушки от упаковок. Пришли их нам. И магазин может стать твоим на одну минуту. Море призов. И каждый месяц вас 21.0.99. Марш! Спеши купить «Кнор». «Кнор». Время выигрывать. Итак, сейчас в «Блеф-клубе» начинается финальная игра, в которой играют актеры театра «Фарса». Оксана Базилевич и Игорь Копылов. Ну, а художественный руководитель Виктор Крамер за всем этим делом наблюдает. Ну, а вам, дорогие телезрители, я еще раз напоминаю, тем, кто хочет выиграть телевизоры, пожалуйста, нужно участвовать в нашем конкурсе, который мы проводим в газете «Комиксы» и ответить на финальные вопросы «Блеф-клуба». Итак, по семь каверзных вопросов. Игорь, ты первый вышел в финал, поэтому вопрос себе. Веришь ли ты, что в Грузии молодая невеста на свадьбу дарит жениху шахматы? Нет. А это действительно так, там существует такая традиция, потому что это игра, которая заставляет мужчину думать. Счет 0-0. Оксана, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что мухи улетают зимовать на юг? Нет. И правильно, делаешь счет 1-0 в твою пользу. Игорь, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что для того, чтобы во время голодания не чувствовать чувство голода, нужно потуже затянуть на себе ремень, ну, чтобы желудок, или ремень, или веревку? Нет. А это действительно так, так делают племена Чаамакки в Амазонке. Оказывается, нужно просто потуже затянуть ремешок. Счет 1-0 в пользу Оксаны. Оксана, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что в Австрии и в Венгрии в рождественские праздники никогда не едят птицу, так как считают, что счастье в этот вечер может улететь? Верю. Это действительно так. Счет 2-0 в твою пользу. Игорь, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что если крыса муж застанет крысу жену с любовником, то любовник обычно забирается в канализационную трубу? Нет. И правильно делай. Я, да? Счет 2-1 в пользу Оксаны. Я не знаю. Оксана, вот ты сегодня так много говорила про свое состояние. Вот веришь ли ты, что в состоянии комы женщина может родить ребенка? Верю. Веришь и правильно делаешь. Действительно, единственный случай, но женщина в состоянии комы родила. Счет 3-1 в твою пользу. Ну такие. Игорь, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что силы и направление ветра влияют на настроение человека? То есть вот да. Да. Это действительно так. Счет 3-2 в пользу Оксаны. Хороший вопрос. Оксана, веришь ли ты, что в 18 веке алхимики даже на чесноке делали душистые масла для парфюмерии на чесноке? Веришь, да? Веришь? Счет 3-3. Господи. Оксана, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что один чудак из Австралии научился дрессировать жуков? То есть дрессированные жуки у него. Веришь? Да. Только женщина может такое проверить. Счет по-прежнему остается 3-3. Я бы тоже поверил. Игорь, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что в Америке есть электростанция, которая вырабатывает энергию путем сжигания в ней косточек от вишен? Только вишневые косточки жгут. Я тебе доверяю. Таких в брюкетах. Скажи быстро, быстро говори. Нет, ты сам. Что? Да нет, конечно. Нет. Нет, а это действительно так. Это действительно так. Счет по-прежнему остается 3-3. Ты нам, нам. Оксана, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что Бразилия, Бразилия, названа так в честь дерева Бразилия с плотной рыжей древесиной, которого в этой стране очень много? Верю. И правильно делаю. Счет становится 4-3 в твою пользу. И по последнему вопросу. Игорь, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что в племени Маори имя ребенка выбирают почиху? Следующим образом. Вождь племени садится рядом с малышом, начинает нести всякую ерунду. И то слово, на котором малыш чихнет, становится его именем. Верю. Веришь? И правильно делаешь, еще становится 4-4. Да. Оксана, вопрос у тебя такой, женский вопрос. Веришь ли ты, что существует система питания по звездам? То есть люди по звездам питаются. Смотрят? Да, верю. И правильно делаешь, потому что такие книги даже продают. И побеждаешь сегодня со счетом 5-4. И, пожалуйста, я прошу вынести открытки тех телезрителей, которые поставили на карту 7-3. Оксана, пожалуйста, любую открыточку. Как вас встать и зовут? Юля. Вот Юля написала нам письмо. Она хочет вынести телефон с автоматическим определительным номером. Прислала свою фотографию, написала свои данные, свой адрес. И сегодня ей это удалось. Юля, пожалуйста, несите телефон, а я прочитаю, такая счастливая Юля, а я прочитаю адрес того победителя. Карелия, город Суярби, улица Кайманово, дом 13, квартира 13, Королевая Мария. Мы вас поздравляем. У вас дома будет звонить вот такой телефон с автоматическим определительным номером. Давайте его вот так вот развернем. Вы просто еще не знаете, как выносить телефон, Юля. И мы вам отправляем вот такую тексофонную карту для того, чтобы когда приедете в Петербург, вы могли позвонить из любого автомата. Спасибо, Юля. Игорь, тебе на день рождения от нашего спонсора я еще раз поздравляю тебя за второе место сегодня в Блев-клубе. Я с большим удовольствием дарю вот эту вот микроволновую печь. Надувная! 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 Настоящая! Оксана, ты сегодня победитель. Тебе аплодируют зрители здесь у нас в Блев-клубе. Я с большим удовольствием вручаю тебе вот этот вот комбайн. У-ху! Оксана! 21 июня, в пятницу, в канун дня начала